Сегодня нам предстоит обсудить тему комплектования вооруженных сил, других войск личным составом. К этой договоренности мы с вами пришли во время посещения воинских подразделений и замечания военнослужащих нашей армии там на местах. Проще говоря, речь пойдет о призыве на срочную службу нашей молодежи. Согласно Конституции Беларуси, защита страны – это обязанность и священный долг гражданина. Каждый мужчина, как я уже сказал, должен уметь постоять за свою страну, свою семью, и делать это он должен эффективно. Когда-то практически каждый белорус служил в армии, и в Советском Союзе самые лучшие военнослужащие были белорусы. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды вооруженных сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно соседнем. Кроме того, появились последствия так называемой демографической ямы 90-х годов, и выйдем мы из этой ямы только к середине 20-х годов, примерно к 25-му году. За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза. В прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты того отечества, о котором я говорил в начале. А это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси. Некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты. В прошлом году мной были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и субмедэкспертам. Субмедэкспертам досрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях, у нас генеральный прокурор погоны носит, и все прокуроры носят погоны. Субмедэксперты тоже, но если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти. Но более того, прокуроры и субмедэксперты расследуют уголовные дела, касаемые военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы. Но и эти меры не принесли желаемого результата. Как мне докладывают, 80% призывников освобождаются от службы в армии для продолжения образования в вузах, например. В соответствии с законом об обороне, подготовка граждан к военной службе и их призыв в армию находится в прямой компетенции нашего правительства. Оно подготовило соответствующий документ для принятия решений. Планируется ввести меры, способствующие повышению ответственности, в том числе за уклонение от службы. С другой стороны, заинтересованности граждан в выполнении воинского долга. Мы сегодня обсудим эти предложения и примем по ним решения. Но надо иметь в виду, что сразу, одномоментно, нам будет трудно принять все решения. Поэтому, поскольку хоть у нас и есть проблема с комплектованием вооруженных сил, тем не менее, она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели. Нам также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников. Принцип здесь один. Парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы. Если человек не может нести службу, выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем о том, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью, своих детей, свою жену в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие уже говорят, что по каким-то надуманным причинам, медицинским причинам, типа плоскостопия, как я часто привожу пример, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других показаний, выдуманных, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться.